Норвегия. Комиссия по обороне будет ставить войну превыше всего остального. Пол Стейган. Перевод. 4 мая. 23 год. Цитата. Это, конечно, называется защита. Но не стоит обольщаться. Речь идёт не о том, как Норвегия будет защищать свой суверенитет от любой угрозы. Речь идёт о том, как Норвегия станет передовой военной площадкой для войн США против России и Китая, чтобы сохранить свою гегемонию. Эта защита не сможет защитить нас, например, от США. Контроль США над нашей территорией, наша передача суверенитета и самоуправление Вашингтону воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Правительство пишет, что предысторией является решение Стуртинга в постановке долгосрочного плана оборонной отрасли 20-21 года, где правительству было предложено создать оборонную комиссию с широким профессиональным и политическим составом для оценки вызова в политике безопасности Норвегии с целью создания как можно более широкой основы для дальнейшего развития оборонного сектора. Нам придется вернуться к этому стратегическому документу несколько раз, потому что это один из самых важных документов любого норвежского правительства в этом столетии. Речь идет о том, как Норвегия будет милитаризирована невиданным ранее способом и превратится в передовую платформу для предстоящих войн США и НАТО против России и Китая. Как обычно в Норвегии, это делается путем создания широкого национального соглашения. Таким образом, милитаризация возводится из политики в национальную веру. Огромна приверженность войне, которую планирует комиссия, выедена из политического спора и останется автоматической, такой как правило действия, соглашение о ЕЭП или Зелёный сдвиг. Задача политиков будет заключаться в том, чтобы привлечь внимание избирателей к другим, более мелким вопросам, где они смогут разыграть свой обычный театр. Что нужно укрепить, так это нашу способность быть арктической базой для войны в Северном полушарии. Или, как сказано в главе 13 отчёта комиссии, оперативное сотрудничество между сухопутными и военно-воздушными силами северных стран уже прошло долгий путь. Привязка к обязательствам по международному праву в рамках НАТО будут означать, что скандинавские силы могут быть организованы и развернуты более свободно на гораздо большей территории. Это создаёт возможности для совместных ведомств и повышения эффективности военной мощи скандинавских стран. Уровень амбиций должен быть реалистичным и основываться на интересах отдельной страны и потребностях НАТО. Укрепляя собственный потенциал вооружённых сил, за что выступает комиссия, Норвегия может взять на себя инициативу по ряду конкретных мер в скандинавских рамках. Вполне естественно, что норвежские вооружённые силы призваны играть ведущую роль в обороне северных стран в Нордкапе, Баренцевом море и вдоль норвежского побережья. Комиссия по обороне считает, что необходимо осуществить всесторонние инвестиции в оборону Норвегии. Правительство должно пригласить Стультинг к широкому политическому соглашению, которое со временем обеспечит надёжное финансирование. Оборонный бюджет должен быть увеличен на 30 млрд норвежских крон по сравнению с текущим уровнем в сочетании с дополнительными 40 млрд норвежских крон, выделяемыми на инвестиции в безопасность, оборону и готовность каждый год в течение 10-летнего периода. По истечении периода чрезвычайных положений для улучшения обороноспособности рекомендуется заменить 40 млрд норвежских крон постоянным дополнением в размере 10 млрд норвежских крон. В сочетании с первыми 30 млрд это обеспечит, чтобы связанное с этим обширное укрепление вооруженных сил не привело к долгосрочному дисбалансу между инвестициями и операциями. Таким образом, в 2030 году мы должны платить более чем вдвое больше, чем мы платим в 2023 году за оборону, фактически более чем на 120% больше и мы будем продолжать делать это в течение 30-х годов. Тот, кто воображает, что это произойдет не за счет других бюджетных сфер, наверняка провел свою жизнь в очень странном месте. Это будет за счет здравоохранения, школ, дорог, жилья, социальных пособий, пенсий и всего остального. И это сильно ударит по государственной казне. Речь идет не о перековке оружия на орала, а о превращении орала в оружие. Это милитаризация в больших масштабах и те, кто хочет на ней нажиться, это в первую очередь интересы капитала в военно-промышленном комплексе. Такой партии, как Ред, Красная, живет иллюзия, что можно создать сильную национальную оборону, пока мы еще являемся членом НАТО. Они должны быть реалистичными. НАТО представляет собой интегрированную систему. Все звенья интегрированы в военный аппарат НАТО, то есть США. Вы не можете изъять патрон из военного склада в Норвегии без его регистрации и, возможно, переопределения в базах данных ресурсов НАТО. Вся подготовка, всякое наблюдение, все системы управления, вся идеология, все распределения ресурсов – все подчинено НАТО. Рекомендации комиссии даже объясняют, как смартфоны людей могут быть интегрированы в тотальную оборону. Утверждать, что можно заложить основу для независимой сильной национальной обороны в рамках НАТО, значит попытаться обманом заставить людей поверить в военную версию Санта-Клауса.